Всем привет! Меня зовут Ксения и цена этого видео 90 тысяч рублей примерно. И нет, здесь не будет каких-то крутых спецэффектов. Просто я слила депозит. Сегодня я хочу с вами поговорить про беспроигрышную стратегию. Это очень важно. Сегодняшнее видео будет полезно как для новичков в трейдинге, для среднячков, даже для тех, кто уже давно на рынке, но просто не знает, что делать или постоянно сливает. Смотрите, в чем прикол? Я вам сняла видосик, как я классно разогнала депозит, какая классная стратегия и так далее. Кстати, там в комментах люди начали писать, что это не стратегия, что там каждый так может. Но по сути, что такое стратегия? Стратегия это алгоритм действий. Стратегия это правила, которых вы придерживаетесь. И все люди, кому я задала вопрос, что для них стратегия, никто мне не ответил. Поэтому мне интересно, напишите, что в вашем понимании означает слово стратегия. И знаете, в чем суть? Что если бы мы никогда не нарушали правила, вот конкретно я, каждый раз, когда я начинаю торговать, каждый раз, когда у меня получается круто разогнать депозит, я нарушаю сначала одно правило, потом второе, потом третье, пятое, десятое и из-за этого сливаю. Не из-за того, что какая-то стратегия хреновая, любая стратегия, вообще все гениальное просто, любая стратегия, четкая, по полочкам, по правилам, она приносит результат. Поэтому, если вам интересно, как составить свою беспроигрышную стратегию, тогда досматривайте это видео до конца. Сейчас мы с вами все это по пунктам разберем. По моему слитому депозиту. Мне безумно обидно, мне очень больно на душе. Вы не представляете, что я просто испытываю, когда вот так сидишь, следишь за монитором, и приходят вот эти уведомления от Binance, что маржа все ликвиднулась. Просто приходит такое опустошение. Уже посмотрела ситуации, которые были ранее, и просто надеясь на то, что следующая часовая свеча будет хорошенечко красненькая, и я хотя бы закроюсь с меньшим минусом. Но, скажем так, тот депозит, который сейчас остался у меня, ну, как бы, нет смысла сейчас закрываться с таким минусом, потому что это копье. Я лучше потом, если что, подзакину еще. Но просто суть быстрого того, что я сейчас записываю, это суть в том, что я нарушила очень жестко правила. Я нарушила правила, и сейчас я прям вот за это, так скажем, плачу очень дорого. Тысячу раз вам говорила, что если вы действуете четко по стратегии, четко по пунктам, то у вас все получается. И, в принципе, вот, показываю реальную ситуацию, что да, если вы не умеете держать себя в руках, как это не умею делать я, значит, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. И я понимаю, что своих денег я там потеряла 100 баксов, но по факту я два дня потратила, чтобы их разогнать там до 1200 там или до 1300. И тут бабах просто из-за того, что тысячу раз всем вдалбливаю в голову, соблюдай стратегию, соблюдай правила, не отходи вообще ни от одного пункта. И сама же вот постоянно на эти грабли наступаю. И поверьте, если вы научитесь держать себя в руках, если вы научитесь контролировать свой азарт, то у вас все будет в шоколаде. Вы просто не представляете, каких невероятных успехов можно достичь, если вы соблюдаете правила, если вы слушаете каждый прописанный пункт. Но, а какие пункты надо слушать, давайте мы с вами разберем. Смотрите. Стратегия. Что это такое? Давайте представим с утра бутерброд. Или сэндвич в сабвей, куда вы приходите и можете накидать просто хлеб, какой вы хотите, там, овощи, фрукты, хотела сказать. Там, хлеб, мясо, не мясо, рыба. Вы накидываете просто в этот сэндвич все, что вам нравится. То есть, по сути, стратегия это тот же самый сэндвич. Вы накидываете в каждый пункт то, что вам больше по душе. Если вам нравится индейка, вы кидаете себе индейку. Давайте мы перейдем в пункты, которые нужно себе накидать. Возьмите прям тетрадочки. И просто попробуйте сформулировать свою стратегию. А лучше, конечно, напишите в комментариях, что у вас получилось. Первое, самое главное, это основа. То есть, какой хлеб вы хотите. Грубо говоря, вы можете открывать сделки на основе технического анализа, фундаментального, по объемам, по индикаторам. Вы можете выбрать какую-то только определенную фигуру, например, восходящий треугольник. И открывать сделки всегда только по восходящему треугольнику. Грубо говоря, какую основу вы заложили, вы должны торговать только используя эту основу. Также вы можете совместить. То есть, например, торговлю по объемам вы можете совместить с техническим анализом. В технический анализ вы можете написать столько фигур или столько там паттернов, которые вы знаете, сколько хотите. Главное, чтобы все это было у вас прописано, чтобы вы четко понимали. То есть, не нужно, если у вас в стратегии прописано, что вы торгуете только по восходящему треугольнику, не нужно открываться, типа, ну блин, сейчас нигде нет восходящих треугольников, давайте-ка я там откроюсь просто во флейте. Нет, если в вашей стратегии написаны треугольники, вы открываетесь по треугольникам. Поэтому выберите сначала для себя основу. Поймите, что вы больше вообще осознаете и в чем вы чувствуете себя более комфортно. Может быть, это вообще фундаментальный анализ. Далее определитесь с money management. Money management это все, что связано с деньгами. То есть, ваш депозит, сколько вы можете позволить себе потерять, сколько вы должны сегодня или хотите заработать, в этом месяце заработать. Какая у вас, в принципе, глобальная цель вообще в трейдинге, сколько вам нужно заработать, разбить это на все дни. В общем, все, что относится к бабкам, это money management. И если у вас в стратегии прописано, что по money management я могу потерять только 5% от депозита, значит, все. Вы можете потерять только 5% от депозита и вообще больше не совершать никаких сделок. Не пытаться отбиться, не пытаться как-то усредниться, догнаться и так далее. Все. Если вы потеряли те 5%, которые закладывали себе максимально в стратегию, остановились, вернулись завтра. Определите для себя время торговли. То есть, вообще время торговли, оно очень важно для Форекса. Вы знаете, что у нас разные рынки в разное время работают, там, азиатская сессия и так далее. Поэтому определите время, в какое вы будете торговать. Да, если это фьючерсы и крипта, то, в принципе, круглые сутки, 24 часа, там, 7 дней в неделю. Если это Форекс, то выбираете определенное какое-то время, но прописывайте. И если у вас в стратегии прописано, что вы торгуете каждый день в 10 утра, там, с 10 до 11, значит, торгуете с 10 до 11. И, следовательно, вытекая из времени, вам надо понять, на каких активах. То есть, по какому принципу вы выбираете активы, на которых торговать. Либо же это, там, фиксировано евро-доллар, там, доллар-иена, фунт-доллар и так далее. Либо, там, биткоин, эфириум, BNB и так далее. Определенные активы. Либо, как вот в прошлом видео, в той стратегии, я говорю, выбираем активы, которые за сутки имеют самые большие скачки. Вы не должны тыкать подряд, там, во все монеты, во все валютные пары. Вы должны просто выбрать для себя механизм по выбору этих активов. Это очень важно. Далее, мой любимый просто пункт. Вы должны прям контролировать свою психологию. То есть, должны в своей стратегии желательно прописать некоторые моменты. Я вам скажу так, что вот все это технический анализ, фундаментальные активы и так далее, все, что было до психологии, это математика. Все, что было до психологии, кучу людей могут выучить, заучить. Особенно те люди, у которых, там, по алгебре, по геометрии, по физике всегда были пятерки. Это люди с техническим складом ума. Но ни один технический анализ, просто безупречный, там, ни один фундаментальный новостной фон просто не имеет никакого веса, если вы не умеете держать себя в руках. Если вас преобладает азарт, если вы это игрок, я вот игрок на самом деле. Вселенная помогает, поэтому все эти годы я так вытаскиваю и зарабатываю. Вот. Если вы не пропишите свою психологию, себя даже в голове какие-то установки не поставите, тогда вы обречены на провал. Обязательно вы должны вести дневник трейдера. То есть, вы должны прописывать, какие сделки вы открываете, по какой причине, статистику. У вас должна быть глобальная цель. Вообще, все, что относится к трейдингу, если ваша цель на этом прям зарабатывать, прям четко иметь стабильный доход, у вас должен быть дневник трейдера, где вы должны прописывать просто все. И, конечно же, неотъемлемая часть любой вообще стратегии, это конкретные правила. Например, вот на экране вы видите такие стандартные. Если там болит голова, вы бухнули или у вас плохое настроение. Все. Не садитесь за площадку, как бы вы не хотели, как бы вам не надо было заработать. Если там вот эти три правила у вас прописаны по стратегии, все, их не нарушаете. Если вы себе прописываете правила, что если сегодня на улице дождь, значит, я не торгую. Значит, все, проснулись на улице дождь, вы сегодня не торгуете. И эти правила вы должны прописать сразу. То есть вы вот, если вы сейчас слушаете мой совет, если вы прислушиваетесь к тому, что я говорю, то вы берете просто, прописываете себе несколько правил и четко их соблюдаете. Все. Секрет успеха на самом деле прост. В общем, вроде бы, вроде бы, все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошее настроение, всем огромного профита, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok